Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советуй это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте StarStableQuestChance открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя. И сегодня у нас будет видео по спасению лошадей, которых вот-вот скоро, уже в следующем месяце удалят из игры. И сегодня мы будем спасать старые модельки фризов и спортивных фризов первого поколения. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! Для этого нам нужно будет отправиться на старую ферму Марли, вернее остановка Старый Амбар Марли. Так что встретимся там. Итак, вот мы и приехали на ферму Марли. Сделаем момент общения с нашей лошадкой. И вот они, вот эти те самые старички, которые уже 27 марта, если не ошибаюсь, покинут Юрвик. И это очень-очень грустно. Потому что, считайте, мне кажется, любые фризы, кроме фризов третьего поколения, всегда были эталоном выездки, эталоном величия и крутости клубов. Потому что раньше они были самыми крутыми, самыми классными, самыми желаемыми и просто самыми популярными лошадьми в каждый момент, в каждого поколения, кроме, опять же, третьего поколения. Так что сегодня мы будем этих фризов спасать, покупать и отправлять к себе на конюшню. Значит, у нас всего 6 лошадей, 3 фриза спортивных и 3 обычных, каждый из которых стоит 300 старкоинсов. Благо, благодаря тому, что разработчики очень долго никого не убирали, у Даши Панихум накопилось почти 5000 СК. Так что даже не придется закупаться старкоинсами, чтобы спасти их. Так, называть я буду их на русском языке, потому что здесь главное просто сохранить их, но и при этом сделать какую-то милую отсылку. И желательно, чтобы имя было в стиле тех самых первых поколений, когда чаще всего играли именно маленькие дети и имена давали соответствующие. Простые, ласковые, просто такие прям очень-очень сердечные. Грейву я менять им не буду, потому что у них я хочу оставить ее как есть. В будущем, конечно же, если захочу, там и появятся какие-то любимчики отдельные, то тогда да, тогда буду менять. Так, 300 старкоинсов. Начнем со спортивных. Это будет... Давайте... Ну, не хочу я делать пожилые, взрослые. Это будет у нас кобыла. Алмазная... О, я знаю, я хочу посмотреть, есть ли имя мозаика есть. Было бы очень классно. Нет, мозаики нету. А как? Было бы вообще идеально. Чтобы такое пестренькое придумать. Осьминожка. Нет, мне осьминожку не надо. Большинница, охра, паутинка, пастила, песчинка, петля печенья. Пиксель! О! Алмаз... Это, получается, жребец должен быть? Алмазный пиксель. Алмазный есть? Ну, да, конечно, у нас нету алмазной. У нас два раза пишется алмазная. Ну, что поделать? Ставлю алмазная, потому что варианта вообще никакого нет. Алмазный пиксель. Пиксель за счет как раз вот этих вот очень квадратных пятнышков. Мне нравится. Покупаем. Отправлю в конюшню и... О, старичок, боже мой. Привет. Какой ты старенький. Привет. Хороший, все хорошо. Да. Ути, Бузя, какая мордаха. Поедешь на конюшню и будешь жить там со своими братьями и сестрами. Отправляем. Так, покупаем сразу следующего. Вот этот фриз есть у меня на основе. Хотя изначально я думала, что у меня это андалуз. Андалуз. Однако нет, это оказался фриз. Так. Здесь хочу повторить некое имя. Туманное. О, туманная песня, кстати. Взрослая кобыла. Так, туманная песня. Нет, вообще у меня первая мысль была охотница. Вот, да, туманная охотница. Все, сделали. Меня это устраивает тоже. Покупаем. Здравствуй, туманная охотница. Тебя мы тоже забираем к себе домой на конюшню. Так, и у нас остался последний спортивный фриз. Моя самая любимая масть абсолютно на всех фризах. Это вороной с носочками и иногда вот с такой белой проточенной на мордочке. Ну, тут слишком все будет простенько. Мы назовем его... Давайте сумеречный лорд. Я не знаю, кстати, есть ли у меня такое имя у Даши Панихом. На основе, по-моему, есть. А вот на Даши... Не знаю. Это у нас будет жеребец. Так, взрослый сумеречный лорд. Жеребец. Все, отлично. Покупаем. О, да-да-да. Все-таки эту масти я люблю больше всего. О, ты боже мой. Ну, какой же ты красивый. А давайте вот на него мы, пожалуй, сейчас... Нет, его мы отправим в конюшню. А вот потом сядем уже на обычного фриза. И посмотрим старенькую, добренькую анимацию. Так, ой. Здесь у нас, значит, есть стандартно темно-синего оттенка. Темно-коричневого оттенка. И он у меня уже есть. Я когда-то его купила, потому что не была уверена, что продолжу спасать лошадей. Так что вот этот красавец уже есть в конюшне. И вот такой вот. То есть вот таких три оттенка. Это темно-синий, коричневый и просто обычный вороной. Скажем так. Даже воронно-серебрист. Не знаю. У оттенков фризов просто такая градация, которая не поддается никакому описанию. Так, давайте начнем с конца. Это у нас будет кобыла. А вот роскошный. Так. Роскошный. Роскошная, конечно же, нету. Но это будет роскошная. А давайте роскошная ночь. Да. Роскошный. Как меня это дергает, вот эти окончания. Злюсь я не могу каждый раз. Роскошная ночь. Взрослая кобыла. 300 строконцев. Покупаем. Ой, ну все-таки да. Но какие они классные. Жалко. Я не застала то время, когда они были на пике популярности. Когда их только-только добавили в игру. Хотелось бы посмотреть, как вообще выглядел тот момент, когда все катались на этих лошадях. Надо пойти и посмотреть, найти разные видосики. Очень прям интересно стало. Так. Этого купили. Этого купили. До, даже до этого видео. И остался вот этот самый шикарный. Самый темный. Это будет жеребец. Так, что-нибудь на О. О-о-о. А, я хотела назвать его обсидиан. Но у нас такого имени здесь нету. Ну что ж, это очень-очень грустно. Сумрак. Так, ты будешь... Ты будешь... Может быть здесь есть обсидиан? Нету. Есть только обаятельное и облачное. Все. А как тогда... А как тебя тогда называть? Кокосово-колдовской... Колдовской сумрак? Ну, это больше как-то к магикам относится, чем к фризу. Но почему бы, кстати, и нет. Нет. Нет, все-таки мне не нравится. Космический сумрак. Вот вечно какое-нибудь одно имя, да где-то потеряется. Лунная, лунный. Мистическая, мифическая. Мистический сумрак. Ну, давайте назовем его Мистический сумрак. Я думаю, ему подойдет. Несмотря на ударение. Ну что ж, все. Это последний старый фриз, который мы спасаем. Взрослый жребец. Мистический сумрак. Покупаем. Какой-то синий еще вот с этим вот эффектом снега. Ты прям синий-синий как будто. О, кстати, смотрите. Здесь раку с камерой совсем другой. Да. Здравствуй, старичок. Ну, все. Даже не верится, что вот этих красавцев удаляют из игры. То есть я была в удивлении каждый раз, когда удаляют кого-то другого. Но тут, ну тут просто сама древность, само величие. Когда-тошняя самая великолепная лошадь игры. Я даже вообще не верю, что их убирают. Собственно, так же, как и Квотеров, я была в полном шоке, что удаляют. А тут еще и фризы. Так, ну как бы не было грозно, давайте посмотрим, кто же вообще еще остался. Скажем так, в живых, в ССО второго, первого, вернее сказать, поколения. У нас остались английские, чистокровные. И все. Нет, кто-то еще должен был остаться. Андалузы. Так, вот давайте вот этого поставим. Так, и Андалузы. Дальше у нас кто идут вторые, вторые. Это все второе. Тоже второго поколения. Не может быть. Не может быть, ребята. А нет, у нас еще остались юрвикские пони. И все? Три породы? Юрвикские пони, Андалуз и английская чистокровная. Ребята, все. Последние. После ухода фризов это будут последние три породы. Но мне кажется, что следующими будут либо юрвикские пони, либо англичане. Потому что, ну, мне кажется, как-то странно убирать две одинаковые модельки подряд. Потому что Андалузы и фризы они абсолютно одинаковые, кроме щеточек. А, кстати, а на спортивных фризах такая же щеточка или нет? Потому что мне казалось, что на спортивных фризах ее нету. Этой щеточки. А, действительно! На спортивном фризе отсутствует щеточка. Я только сейчас об этом узнала. Я только сейчас обратила на это внимание. Потому что такого фриза у меня, насколько я помню, нигде не было. А на Даши Панихом я почти на нем не каталась. Ну что ж. Все. Спасли. Прежде чем мы поедем в конюшню и смотреть, как они расположились. Давайте немножечко посмотрим на анимацию этих старичков. Посмотрим на ее загончики. Так. Извините, но это просто удар по сердцу. Да, они кривые. Да, они косые уже спустя столько лет. Квадратники. Ну, для тех, кто, мне кажется, все равно застал второе поколение и даже переход на третье, ну, что-то должно еще цеплять. Касаемо этих лошадей. Так. Вот такой у них шаг. Рысь. Манежный голубь. Ну, какие ножки стройненькие. Ну, красота просто. Голубь. Карьер. А, ну да. Я не могу более быстро, потому что у меня нету ухода до второго уровня. Так, шаг. Рысь. Манежный. Голубь. И более быстрый голубь я пока что не могу показать. Для этого давайте сделаем уход. Буквально. Один раз его почистить, и все. У нас уже есть уход до второго уровня. Давайте щеточкой. Ну, такой высокий. Ну, красавец. Дерганец такой. Так. Да, и вот наш карьер. Самый быстрый. Вот манежный. Голубь. И более быстрый голубь. Раньше я терпеть не могла эту анимацию у старых лошадей, когда впервые пришла в игру, наверное, в четырнадцатом году на три дня. Но сейчас жалею об этом каждый раз, когда покупаю старичков. Ну, что такое? Наверное, судьба такая у меня была. Зато вот есть возможность спасать их. Остановка. Ой, а мне кажется, она была другая. Куда делась остановка. Или она всегда такой была? Вот. Я ж помню, что она была. Осаживание. Ну, кстати, симпатично. Мне нравится. Ир, дыбы. Ну, и напоследок, давайте еще прожочек глянем. Так, я зацепилась ножками. Секундочку. А, нет, это анимация такая. В общем, да, давайте же проедем в конюшню и посмотрим, как эти старички обустроились у Даши по нюхам. Так, вот мы и приехали на конюшню. У меня тут произошел, правда, глюк один. Из-за этого у меня одна и та же лошадь в двух стойлах числится. Но все равно, вот они. Вот она, великая конюшня старых фризов. Кто-то раньше скупал всегда самых темных, враных, кто-то светлых. И я впервые ощущаю вот этот вот восторг, что у меня все фризы, даже если первого поколения. Но они классные. Вот, кстати, да, сумеречный принц. Теперь у меня есть сумеречный лорд и сумеречный принц. Я уверена, что еще кто-то сумеречный у меня тоже есть. На нем я больше каталась. Он у меня уже восьмого уровня. Очень симпатичный конь. Безумно рада, что купила его. Причем купила даже не делая... Я его покупала, когда еще даже не было возможности, наверное, выбирать, кто он. Ну, взрослый жеребец. Так что все, мои дорогие. Вот и подходит к концу эпоха старых лошадей. После ухода фризов осталось всего лишь три породы. Так что, если хотите сохранить хотя бы какую-либо последнюю крупицу старых поколений, первых поколений, тех, с которых и начиналась игра, хотя бы одну лошадь. Просто на память. Чтобы помнить, от чего пошли все лошади. От каких корней и от каких истоков. Ну, а эти лошадки останутся здесь на пенсии. Я поднакоплю еще старковинцев, и когда у меня будет достаточно большой запас, буду постоянно покупать уход. И, возможно, когда-нибудь потихонечку их прокачивать. Ну, а на этом все. Я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! И до встречи в следующем видео. Я даже не верю, что уходит такая великая порода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин